Это Вести утро. Карачаево, Черкесия. В студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте. Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии местами осадки в виде дождя и мокрого снега. Туман. Днем в отдельных районах сильный. Ветер западный 7-12 метров в секунду. В горах порывы до 25 метров. Температура воздуха ночью 0,5. В горах местами до минус 5 градусов. Днем плюс 2, плюс 7. В горах местами минус 2, плюс 3 градуса. В Черкесии ночью небольшой дождь. Днем сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 4. Днем плюс 3, плюс 5. В Черкесии в детском саду номер 27 «Аленький цветочек» стартовал муниципальный этап конкурса «Воспитатель года-2024». Мероприятие направлено на стимулирование непрерывного профессионального и личностного роста педагогических работников дошкольного образования Республики, трансляцию лучших образцов педагогической практики, пропаганду инновационных идей и достижений, поддержкой поощрения творчески работающих педагогов. Конкурс будет проходить 4 дня. Будут проводиться мастер-классы для коллег и занятия с детьми. Детский сад Я хочу, чтобы вы поделились друг с другом опытом, чтобы вы впитали друг от друга какие-то новшества, инновации. И с началом, со стартом. В Республике прошел региональный подростковый слет «Росподрос». Торжественная церемония открытия прошла в Черкесске на базе Центра образования номер 11 «Слет». Посвященный теме безопасности собрал 80 школьников и членов движения первых из городов и районов Республики. Кроме вопросов безопасности несовершеннолетних, на слете обсудили такие темы, как формирование лидерских качеств, умение взаимодействовать в команде. Состоялись тематические игры и тренинги на развитие коммуникации и командообразования. Каждый участник разработал проект в области защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. «Слет Росподрос» — это площадка для коммуникации взрослых и подростков. Обмена опытом и самовыражения говорили на открытии. «Если мы посмотрим на историю этого события, в далеком 59-м году эта тема впервые стала повесткой на мировом уровне. А как сделать так, чтобы наши дети знали о своих правах и чтобы в случае необходимости они могли получить все то необходимое для развития своего потенциала? Уже в 89-м году была принята конвенция о правах детей. И по стечению обстоятельств оба эти события произошли как раз 20 ноября. Такие мероприятия просто необходимы, но для чего они необходимы? Да, вы меняетесь опытом, обмен опытом, обмен знаниями, да, вы знакомитесь. Но самое главное — вы имеете свое мнение, вы можете его отстаивать, вы понимаете, как правильно это делать. На этом я прощаюсь с вами, а через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск «Вести» на абазинском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы абазинской редакции. А в 14.30 смотрите «Вести» с Муратом Джанкиозовым. Удачного продолжения дня и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok